Активный досуг, главный вектор, укрепление корпоративного духа и пропаганда здорового образа жизни. Десятая юбилейная спартакеада Минской области среди организаций Белхимпрофсоюза прошла на Солигорской земле. Местом была выбрана площадка детского лагеря Дубрава. И место идеально отвечает всем требованиям. Уже не в первый раз становится площадкой для проведения подобных масштабных мероприятий. Как сообщают организаторы, в этот раз заинтересованность в участии еще больше, чем раньше. А количество команд рекордное. В областную спартакеаду, профсоюза химической и горно-нефтяной отраслей промышленности отрадно констатировать, что у нас сегодня рекордное количество команд. После того периода небольшого, когда мы отменяли наши спортивные массовые мероприятия, мы сегодня с большой радостью открываем и видим, что люди заинтересованы в этом. Вот та массовость, которая обеспечена на сегодняшнем мероприятии, она даже раздвигает границы возможного. Но мы видим, что на этой прекрасной базе Дубрава даже все желающие не вмещаются. И для нас, как для профсоюза, для отрасли, это такой положительный сигнал. Для приветствия гостей и участников, а также для представления команд – церемония открытия. Организаторы поприветствовали собравшихся традиционно – хлебом и солью. Среди приглашенных гостей – представители организации и председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович. Я искренне надеюсь, что ожидания сбудутся у участников спартакиады. Физкультура важна как для каждого отдельного человека, так и для создания командного духа, который помогает, безусловно, не только побеждать в спортивных состязаниях, но и дает хороший результат в работе. Поэтому я надеюсь, что у участников их ожидания сбудутся. А для нас важно и почетно, что такое масштабное мероприятие проходит на Солигорской земле. И пропаганда спорта, в хорошем смысле этого слова, для нас очень важна. После торжественного вступления – к спортивным состязаниям. В рамках соревнования команды выступили в разных спортивных дисциплинах, командных и наличных результатов. Всего 10 разных дисциплин – это и волейбол, дартс, легкоатлетический кросс, минифутбол и многое другое. На протяжении двух дней команды соревновались за право называться лучшими, а еще укрепляли дружеские отношения. По результатам «Спартакиады» три первых места достались в Солигорску. Победителями стала команда ООО «Беларуськалия», второе место – у «Шахта спецстроя». На третьем месте – «Трестреммонтажстрой». И значит, команды нашего города представят целую область на соревнованиях республиканского уровня.